И сказал Балакбиламу, пойди, прошу, возьму тебя на другое место, может быть, понравится оно всесильному, и проклянешь мне его оттуда, этот народ. И взял Балакбилама на вершину Пеора, оттуда видна пустыня. Даже если мне не удастся погубить их окончательно, или хотя бы помешать им войти в Кнаан, все равно должен быть какой-то способ причинить им вред. О, то есть понятно всем, что уничтожить нельзя. Можно навредить, приостановить, что-то сделать по дороге, уничтожить какую-то часть. На самом деле, вся проблема, я бы сказал, антисемитов, в том, что они внутренне чувствуют, что их потуги бесполезны. Проблема. Вот это страшное, да, это страшное ощущение, что я победить его не смогу. Ну вот каким образом можно что-то сделать? Уничтожить? Нет. Но я делаю все равно это. Да, 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 конечно. То есть Балак и Белам двигаются все-таки к этому. И вот дальше написано, Балак привел Белама в другое место, где впоследствии евреи поклонялись идолу Бал-Пеору. Балак предвидел, что сыны Израиля будут наказаны именно там, но предугадать детали не мог. Возможно, думал он, их наказание явится результатом проклятия Белама. То есть он поднял на еще одно слабое место. Но если это слабое место, потому что Пеор – это все-таки то место, откуда должен исходить великий свет. Но он не может исходить, потому что еще нет полного исправления. И здесь вот и заключается та возможность ошибиться, которая как бы была у Адама, у Адама Ришона, первого человека, так называемого, который раскрыл всю эту глубину эгоистическую. Думал сделать что-то доброе, хорошее, полное исправление, а оказалось, что при этом он проваливается в огромный эгоизм, о котором даже не представлял. Вы все время говорите, что это прегрешение все равно как бы было запланировано, сценарий этому существовал. Все равно могли обойти, все равно могли сделать. Это не важно. Не важно. Это не важно. А в чем ошибка, вот интересно? Ошибка в том, что надо идти все равно к победе и не думать о том, что запланировано. Продолжение следует...